В этом году в Ульяновской области начнут благоустраивать районы, победившие во всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. В числе победителей – Корсун. Проект благоустройства этого населённого пункта представил один из его создателей. Это в первую очередь не конкурс архитектурных концепций, а это конкурс именно муниципальных образований, насколько они заинтересованы в своём развитии, насколько заинтересованы жители этих городов и посёлков в своём развитии. Как они представляют эту территорию, как они её видят, как они её собираются развивать. И поэтому очень большое внимание в конкурсной заявке уделяется именно вовлечению простых жителей в процесс проектирования. Проект, который предусмотрено реализовать в Корсуне – один из самых ярких и необычных. Он включает в себя два этапа. На первом предполагается благоустроить центральную площадь, обновить все объекты, находящиеся вокруг, в том числе памятники истории и культуры, смонтировать современное освещение, установить арт-объекты, иллюстрирующие долгую историю Корсуна, его самобытность и вклад в развитие Симбирско-Ульяновской земли. Проект отвечает потребностям и пожеланиям жителей посёлка. Задачи на этапе проектирования ставили они, а архитекторы находили возможности реализации. Я думаю, что одна из причин нашей победы – это то, что мы собрали вот это вот комплексное мнение об этом месте, и на основании его проект наш был разработан. Кроме Корсуна в 2020 году победителями конкурса стали ещё два муниципальных образования – Барышские и Сурские районы. Общая сумма финансирования на благоустройство трёх проектов составила 180 миллионов рублей, по 50 на каждый район из федерального бюджета и по 10 миллионов из областного. Строительные работы начнутся, как только до конца растает снег. Ход работ будут контролировать три стороны – жители, министерство ЖКХ и архитекторы, создавшие проект. В настоящее время у нас все необходимые процедуры для выполнения работ пройдены, то есть проведены электронные торги, отобраны подрядчики, и при наступлении благоприятных погодных условий они приступят к работам. Одним из нововведений в этом году станет усиление контроля за выполнением работ и большая, скажем так, их открытость. На объектах по требованию Министерства строительства Российской Федерации будут установлены камеры онлайн-наблюдения, которые в реальном времени смогут показать, что происходит на этих объектах. Напомним, конкурс малых городов проводится Федеральным министерством строительства при поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина. А проект формирования комфортной городской среды – это намного больше, чем просто благоустройство. Это комплексные изменения окружающей человека среды. От двора, который становится логичным продолжением дома, до улиц, дорог и архитектуры. Павел Половов, Герман Баранов, Уллправда ТВ.